15 октября Комитет Ивановской области по охране объектов культурного наследия сформировал заявку в госпрограмму на разработку проекта реставрации храма иконы Божьей Матери «Всех скорбящих радость». История появления этого удивительного памятника архитектуры трагична и печальна. Несчастный случай оборвал жизнь 11-летнего сына сирецкого фабриканта Петра Павлова. В его память и был возведен храм иконы Божьей Матери. Заложен он был 5 июня 1897 года на месте Малого Сирецкого храма. Для составления проекта и наблюдений за ходом строительства из Москвы был приглашен популярный архитектор Зыков. Стены были расписаны палехскими мастерами, иконостасы выполнены Козловым Гладковым из итальянского мрамора. Иконы писал московский живописец Сафонов. Каменные работы были произведены Иваново-Вознесенским купцом Скорыниным, печные безруковым. На постройку храма было израсходовано 425 тысяч рублей. Строительство продолжалось 8 лет, и в 1905 году храм был освящен Костромским епископом Виссарионом, который, по воспоминаниям свидетелей, сказал, «Много освящал храма в жизни своей, но такой великолепный храм освящаю в первый раз». Кстати, архитектор этого каменного шедевра не дожил до этого события. Петр Павлович Зыков скончался в 1899 году за шесть лет до окончания работ в возрасте 47 лет. Его отец Павел Петрович, между прочим, тоже был известным архитектором. Сын работал на фирму отца, руководил постройками по его проектам. Малый объем самостоятельных работ Зыкова II практически полностью в сфере храмового зодчества. В Москве его работы практически полностью уничтожены в революционные годы как не имеющие исторической ценности. Наш храм – исключение. Это был крупнейший проект Петра Зыкова, который и по сей день удивляет масштабами и красотой. Общая площадь здания более 10 тысяч квадратных метров. Рассчитано на 2,5 тысячи молящихся. Из интересных фактов истории еще один. Храм был восстановлен в своем статусе в 1988 году, первым в Ивановской области и одним из первых в России. Благодаря активности местной общины. Храм был отреставрирован на пожертвование и руками прихожан. В следующем году ему исполняется 120 лет. И, конечно, здание давно требует ремонта, говорит настоятель храма отец Семен. В первую очередь, конечно, нужно реставрацией подвала. То есть отвезти воду. Там вода откуда-то появляется. У нас бывает постоянно насос ломается. Не отходит вода у нас. Мы уже вывели шланг уже на улицу. Уже на улицу откачиваем воду. Нам каждый год чистят. Но вот в последнее время я звонил, два раза звоню. Обещают, обещают и все так на месте стоит. Во-вторых, нужно у нас северный предел, Елизаветинский, разрушается снутри и снаружи. Камни, кирпичи отпадают уже. То есть становится уже стена тонкой уже. Вот внутри у нас там то ли грибок, то ли что-то завелся. То есть вся стена тоже осыпается. Ну, купола, конечно, да, тут как бы некачественным железом покрыли. Да, это украинское еще железо. Первый, как раз первые выпуска были. Вот. То есть там малый прослойка цинковки была. И она, да, сейчас просто уже сейчас заржавеет уже. Вот человек, конечно, качественный, конечно. Желательно, конечно, бы покрыть нитрит титаном. Вот же лучше покрыть вот это. Ну, конечно, еще и желательно просится и крышу перекрыть. То есть там в некоторых местах уже, то есть когда много снега бывает, большая, богатая такой снега, то есть у нас протекает. То есть бывает протекает крыша. Главный алтарь это как бы богородичный, то есть всех скорбящих радостей. Да, вот центральный куполом. Ну, можно, конечно, да, голубой сделать. Но есть он как бы, есть такое железо, оно придает голубизну такую. Это оксид титан называется. Это как нитрат титан, такой же желтый только, но только он уже голубой. Вот центральный можно, да, был такой голубой сделать. Остальные можешь подзолыть такой же, желтый. Будем надеяться, что уже в недалеком будущем в храме начнутся необходимые работы. И он простоит еще не одно столетие.